Вы слушаете Радио России Ульяновск. Здравствуйте! У микрофона журналист Евгений Слюняев. Программу радио Государственной телерадио компании «Волга» продолжает передача «Этих лет не смолкнет слава». Сегодняшний выпуск передачи «Этих лет не смолкнет слава» подготовили и вместе со мной проведут сотрудники Государственного архива Ульяновской области Антон Шабалкин и Анна Казакова. Здравствуйте! В конце 1940-х, начале 1960-х годов в ряде ульяновских школ преподавала французский язык невысокая женщина с большими темными глазами и редкой для наших краев фамилией Хохам. О ней, бывшей российской, румынской, французской и советской подданной, участница движения «Сопротивление», узница фашистских лагерей, наш сегодняшний рассказ. В Ульяновске Анна Ировна Хохам проживала с конца 1947 года, а биография ее начиналась на окраине царской России. На иврите Хохам – умный, образованный человек, интеллектуал. Фамилия Хохам была распространена в Бессарабской губернии Российской империи. Там традиционно проживало большое количество российских евреев, а в апреле 1903 года случился один из крупнейших еврейских погромов. Ханна Хая, таково ее настоящее имя, появилась на свет в семье Барановских годом позже, 12 апреля 1904 года в солнечном городе Измаиле, а затем проживала с родными в городе Болграде, ныне Одесская область Украины. Ханна в переводе с феврита – любимая Богом, а Хая – живая. Девочку назвали так, надеясь, что это имя защитит ее в жизни. Отец Ханны Хая – красивый мужчина, с умным, интеллигентным лицом и окладистой бородой, владел мануфактурным магазином. Но денежный достаток был невелик, так как в семье росло 9 детей. Ира Шлимович Барановский умер в 1917 году, когда Ханне Хае исполнилось всего 13 лет. А в 1918 году Болград оккупировала Румыния. Началась насильственная руманизация. В конце жизни Анна Ировна вспоминала. Румынский язык стал обязательным. Во всех учебных заведениях на втором году оккупации Бессарабии, и математика, и химия, и физика, и естественные науки, словом, все изучаемые предметы велись на румынском языке. Оставаться в Румынии девушке, стремившейся к знаниям, было бесполезно. Она приняла в 1925 году решение отправиться на учебу в Париж. К сожалению, не имея приличной суммы денег, Ханна, которую во Франции стали именовать Аннет, Анна, учиться смогла недолго. Она устроилась работать бухгалтером, а в начале 1930-х годов вступила в ряды Союза Бессарабцев, цель которого была мобилизовать общественное мнение против оккупации Бессарабии. Тогда же начались проблемы с французской полицией. В 1935 году Анна Барановская вступила во французскую коммунистическую партию. А еще в том же 1935 году стала мадам Хахам. Вышла замуж за земляка-бессарабца Якова Моисеевича Хахама, который был моложе ее на три года. Молодые пришли регистрировать брак в префектуру полиции. Позже Анна Ировна вспоминала. К моему великому огорчению в моем личном деле были отмечены мои грешки, и мне дали розовый листочек – высолку. Нужно было покинуть территорию Франции в 24 часа. Благодаря вмешательству депутата района, где я проживала, коммуниста Альфреда Коста удалось частично урегулировать этот вопрос. Началась Вторая мировая война. Часть Франции была оккупирована гитлеровцами, в другой установился марионеточный режим Виши. Маршал Петен, премьер Лаваль и прочие коллаборационисты активно сотрудничали с фашистами, выдавая это за действия в интересах Франции. Одними из первых жертвами новой политики стали коммунисты и евреи. Яков Хахам с оружием в руках воевал в рядах французского ополчения. Анна занималась подпольной работой в Париже. Кстати, по оценкам ученых, почти 15-20% всех участников движения сопротивления во Франции составляли евреи. Генерал Шарль де Голь даже отметил, синагога дала больше солдат, чем церковь. О судьбе близких, оставшихся на родине, Анна узнала лишь много лет спустя. В 1940 году Бессарабия вошла в состав СССР, а в 1941 году туда вступили немецкие войска. Мама, Чарна Алтаревна, была при эвакуации убита гитлеровцами. В том же 1941 году старший брат Шлейма погиб в Одессе. Анна Ировна пробралась в Париж нелегально, в тайнике, устроенном между кабиной и кузовом грузовика. Получила фальшивые документы на имя француженки и приступила к работе связной между подпольщиками. Она рассказывала. В то время подпольщики-коммунисты работали тройками. Три тройки под руководством старшего руководителя, к которому прикреплялся связной и машинистка, составляли подпольное звено. В чем состояла моя работа связной? Ежедневно я встречалась со своим руководителем два раза. Утром получала инструкцию, вечером отчитывалась о проделанной работе. В течение дня у меня было 10 явок встреч в разных концах города. В Париже в то время было более трех тысяч улиц. Пользоваться каким-либо транспортом, если при вас был газетный материал, запрещалось. Эта мера предосторожности вполне себя оправдывала. На станциях метро, остановках автобусов, троллейбусов и трамваев чаще всего бывали облавы и обыски. Приходилось пешком пересекать этот громадный город. Рукопись для газеты я получала от слухачей. Это была специальная группа товарищей, которая исключительно занималась тем, что слушала радио и, в частности, Советское информбюро. Рукопись надо было предварительно прочесть, проверить и передать машинистке, которая, в свою очередь, отпечатав на восковке, мне ее возвращала. Восковку я передавал товарищам, печатающим на гектографе. Напечатанные номера надо было тщательно проверить. Требовать не только, чтобы не было ошибок. Газета должна быть напечатана четко, ясно, аккуратно. Связной необходимо было обладать хорошей памятью. Ведь было строго запрещено записывать, отмечать адреса явок. А кроме восьми-десяти адресов, нужно было помнить еще по два дополнительных, резервных адреса на каждого товарища, с которым связной встречался. Случалось и мне попадать в засаду. Помню, когда фальшивый документ оказывался в руках полицейского, тщательно его разглядывавшего, сердце замирало, а мозг продолжал работать четко, ясно, напряженно. А что, если вдруг одна из печатей, штампов или хотя бы одна единственная буква на моем документе ему покажется подозрительной? Нет, документ безупречен. Не раз его проверяли. Спокойствие. Первый этап тягостного процесса закончен. Начинается вторая отвратительнейшая процедура. Вас ощупывают с ног до головы. Вот и сумка в руках шпика. А вдруг он заметит вот этот маленький микроскопический винтик на замке сумки? Вы же во все время процедуры сохраняете полнейшее спокойствие, хладнокровие, и ваш безучастный вид, наконец, успокаивает полицейского. Рукописи мы хранили в специальных тайниках дамских сумок, которые изготовляли товарищи-кожевники по заданию партии. Умудрялись по полторы-две тысячи экземпляров газет передавать в хозяйственных сумках. 15 апреля 1943 года, после трехнедельной слежки, для которой было мобилизовано 60 полицейских, часть нашей группы была арестована. Обыски, допросы, тюрьма предварительного заключения, пяти тракет в Париже. Но и в тюрьме работа не прекращалась. 30 человек политзаключенных сумели привлечь на свою сторону около 80-100 уголовников. Французские коммунисты организовали взаимное обучение, тем более, что в тюрьме оказалось много профессоров Сорбонны. Но специалиста по русскому языку не было. И Анна стала обучать сокамерниц. Они даже перевели в тюрьме на французский воспоминания о царском селе Александра Сергеевича Пушкина. Заключенные вместе отмечали советские и французские праздники. Когда нас отправляли, выстроив попарно на пойло. В праздничные дни у всех заключенных на груди был прикреплен флажок, соответствующий этому празднику. 7 ноября ленточка была красная, а 14 июля трехцветная – цвета французского знамени. В 12 часов дня, когда мы находились в общей камере, одна из товарищей, обращаясь ко всем, попросила всех встать и минутой молчания почтить память земляков-французов. Довольно интересно было видеть, что и сестра-монашка, охраняющая нас, вместе со всеми очень добросовестно выполнила нашу просьбу, стоя вместе с нами в глубоком молчании. После суда, который состоялся в феврале 1944 года, мы были приговорены к уплате большой суммы денег, штрафу и ко многим годам каторжных работ. Но право не помню, к скольким годам, так как никого из приговоренных этот вопрос не интересовал. Наша непоколебимая вера в скорую победу Советского Союза была так велика, что мы были уверены, что наше освобождение не за горами. С февраля по май 1944 года Анна провела в центральной тюрьме города Рен. А в день 1 мая тюремщики цинично заявили, мы, то есть французские власти, вас освобождаем. А как с вами поступят оккупационные власти немцы, мы не знаем. А тем временем, вспоминала Анна, во дворе тюрьмы нас уже ждали грузовики, в которых восседали автоматчики. После нескольких недель, проведенных в крепости Роменвиль под Парижем, заключенных развезли по концлагерям. Дальше события в моей жизни почти стерты. «Однообразные серые дни, наполненные ужасами, мелькали словно в калейдоскопе, с непредсказуемыми исходами. Я даже забыла в те дни свое имя, помнила только цифровые номера», рассказывала Анна Ировна. «Запомнились постоянные процедуры построения и проверок, аппель по-немецки, которые проходили несколько раз в день и продолжались часами, несмотря на одуряющую жару, дожди или морозы». Во все времена года на нас были противные полосатые халаты, надетые прямо на голое тело. Нас считали за скот, толкали автоматами, били палками, почему попало, травили овчарками, просто за то, что надзирательнице не понравились ваш взгляд или жест. «Кстати, о надзирательницах. Они кулаками сбивали свою несчастную жертву с ног и жестоко, стараясь попасть только в живот, груди, пинали сапогами, зверски и методично, до тех пор, пока женщина не переставала даже вздрагивать от ударов, теряла сознание, а то и умирала». Все немецкие лагеря похожи, отличались только деталями. Везде трехъярусные дощатые нары, побои, острый голод. Первым в моей жизни был Равенсбрюк, «Вороний мост». Женский лагерь близ города Фюрстенберг. Из 130 тысяч женщин и детей, побывавших здесь, 93 тысячи были уничтожены. А вести о трагической гибели многих наших товарищей, земляков-бессарабцев, не оставляли никакой надежды. Наша землячка, Ольга Банчик, молодая мать, можете себе представить, была в 20 веке гильотинирована в Германии. В Равенсбрюке я встретила мою сестру. Смертную казнь ей не отменили, а поселили в лагере смерти и поселили в бараке смертников. Потом в немецком Ганновере Анне пришлось работать на военном заводе, выпускавшем противогазы. «Особенных инструментов для саботажа не требовалось», писала Анна Ировна. «Мы вооружены единственным оружием, нашими ногтями. Слегка продырявив ногтями деталь, мы делали противогаз уже непригодным». Весной 1945 года, когда союзные войска добивали гитлеровцев, изможденных заключенных погнали по пыльным дорогам умирать. В лагерь смерти Берген-Бельзен. В лагере свирепствовал ТИФ, и фашисты даже перестали утруждать себя плановым уничтожением уничтожников. Хотя в Берген-Бельзене не устраивали газовых камер, смертность была огромной. В 1943-1945 годах здесь умерли около 50 тысяч заключенных, из которых 35 тысяч стали именно жертвами ТИФа. Рядом с сараем, куда бросили товарищей по несчастью, находилась брезентовая палатка. Этот ужас остался в памяти Анны на всю жизнь. Палатка представляла собой склад трупов. Заполняли ее вначале, как это требовала немецкая аккуратность и педантичность штабелями, как дрова в сарае. Но смертность в лагере настолько возросла, что не хватало времени соблюдать привычный порядок. Эти трагически умершие женщины находились в разных позах. Некоторые застыли в свой смертный час, повернув лицо к входу палатки с открытыми глазами и поднятыми вверх сжатыми кулаками. В этот час мы дали клятву, что никогда не забудем увиденного и расскажем всем, кому по счастью не пришлось пройти этот тернистый путь. Запомнились самые последние дни перед освобождением лагеря, когда немецкая охрана и весь персонал сбежали. Крематорий прекратил работу. Во всех бараках лежали сотни трупов, распространяя вокруг зловоние и заразу. Это было действительно страшно. Вечером вы разговаривали с соседкой Панаром, а утром она оказывалась холодным трупом. Вы лежите рядом, больная, с признаками тифа и ничего не можете предпринять. Другие находили в себе силы, чтобы ползком выбраться из барака, но и тут кругом лежали мертвецы. Одни умирали сами, других расстреливала свыше к немецкой охране. Но инстинкт самосохранения заставлял лужников ползти в крематорий, где из крана еще капает вода, или пробиваться к землянке, где хранились брюква и картофель. Немцы методически прицельно стреляли в них. Лагерь Берген-Бельзен находился в военной зоне, разделяющей немецкие и британские части. И приказом рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера фашисты 15 апреля 1945 года добровольно передали лагерь со всеми умирающими людьми 11-й дивизии британских вооруженных сил. И уже при англичанах там скончалось около 13 тысяч человек. Лишь в конце апреля начале мая 1945 года полуживые люди обрели свободу, а лагерная территория была дотла выжжена огнем. Анна, ни разу не болевшая за два года тюрем и лагерей, свалилась с жесточайшим тифом и дизентерией. 4 июня 1945 года санитарным самолетом она вернулась в Париж. Победив болезнь, встретив вернувшегося мужа партизана, Анна Хахам снова окунулась в политическую работу и скоро вновь ощутила внимание властей теперь уже свободной демократической страны Франции. Анна Ировна вспоминала «Огорчало меня только то, что после всего пережитого с меня не сняли клеймо неблагонадежный и время от времени для проверки меня посещала полиция. Единственная разница была в том, что не я ходила в префектуру, а они удостаивали меня чести и навещали в моем доме». Супруги Хахам мечтали вернуться на родину. Счастьем для них стало получение советских паспортов. А в ноябре 1947 года они прибыли в СССР. Анна Ировна Хахам писала «Сколько «Сколько вы не чувствуете в последнем венце». Они много выступали с рассказами о трагических и героических военных годах и никогда не отрекались от своего членства в Компартии, даже когда в перестроечные годы стало модно переписывать историю. В августе 1990 года Анна Ировна записала в дневнике. «Никогда не сожалела и не сожалею, что добровольно, добросовестно, как и было положено коммунисту Французской Коммунистической Партии выполняла свой долг по борьбе с фашизмом. Благодаря тому, что нас было не сотни, не тысячи, не десятки тысяч, а сотни тысяч мы победили. Надо признаться, что только благодаря нашей честности, тому, что нас было много сознательных, верных своему долгу людей, фашизм был побежден». Она ушла из жизни 11 сентября 1992 года. Девятью годами раньше, в 1983 году схоронив своего любимого Яшу. На северном кладбище Ульяновска в тени кустов небольшое надгробие серого мрамора Якова Моисеевича и Анны Ировны Хахам. Внизу на камне вырезаны два слова «Антифашист сопротивление». Свою передачу мы посвящаем светлой памяти всех тех, кто боролся с фашизмом и приближал победу. Выслушали передачу «Этих лет не смолкнет слава». Над программой работали сотрудники Государственного архива Ульяновской области Антон Шабалкин и Анна Казакова, журналист Евгений Слюняев и звукорежиссер Светлана Дубровина. Всего вам доброго и до новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok